В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Можно ли пить воду из-под крана? Система холодного водоснабжения гордо требует капитального ремонта. В науку со школьной скамьи в Сарове открылись 19-е Харитоновские чтения. Самый романтичный день в году, 14 февраля, день всех влюбленных. Далее расскажем обо всем подробно. На последнем заседании Думы депутаты утвердили перечень объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в реконструкции и модернизации. Таких объектов движимого и недвижимого имущества порядка 1200. Их общая стоимость чуть более 800 миллионов рублей. Износ водосетей на сегодня очень высок, от 80 до 90%. Проведенное техобследование сетей показало необходимость их реконструкции. Я всегда готовлю на водопроводной воде. Ирина не привыкла пользоваться ни фильтрами, ни покупной водой. Вода, что идет из-под крана, ее полностью устраивает. Но недавно женщина услышала, что ситуация может измениться. Все эти горводоканалы изношены более чем на 80%. И если не предпринимать меры, это неизбежно скажется на качестве воды в кранах саровчан. Меня очень беспокоит эта ситуация с водой в городе. Мы никогда не использовали фильтров и всегда пользовались водопроводной водой, чистой, из-под крана. И мне не хотелось бы, чтобы сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Чтобы я и мои дети всегда пользовались только чистой питьевой водой. Первые сигналы о сбоях в сетях уже поступают. Время от времени из кранов саровчан идет замутненная вода. Мне трудно судить. Пью и пью. Ну вот там, где я живу, у нас вода хорошая. А вот где я работаю, в районе Ленина, там вода не очень. Бывает ржавая какая-то, ну, невкусная. А бывает нормальная. Сегодня однозначно сказать, из-за чего вода временами становится замутненной, нельзя. Но определенные проблемы в системе централизованного водоснабжения в городе есть. Это существует износ достаточно серьезной распределительной сети. Существует определенная проблема с резервуаром на городском водозаборе, который находится на улице Карла Маркса. Есть определенная проблема с запорной арматурой, которая на сегодня существует. И это мешает надежному переключению именно воды на водоводах. Специалисты Гурводоканала не исключают, что одна из возможных причин замутнения – происходящие все чаще и чаще повреждения на сетях холодного водоснабжения. Аварии влекут за собой отключение определенных участков водопровода. Из-за этого меняется скорость потоков и начинается смыв отложений со стен труб. То есть вот эта вода, она ухудшает свои органолептические показатели. На какое-то время, на какой-то период качество воды ухудшается. Тенденция к увеличению повреждений на сетях холодного водоснабжения наметилась еще несколько лет назад. В 2012 году было 24 подобных аварии. В 2018 зарегистрировано 41. За полтора месяца этого года произошло уже 5 повреждений. Устранять их стараются максимально быстро. Но избежать аварий совсем сегодня сложно. Сети изношены. Срок службы трубопроводов, особенно стальных, уже заканчивается. Надо просто уже сейчас вести разговор о том, что там, где трубопроводы пролежали свой нормативный срок службы, надо просто менять, менять и менять. Иначе вот этот эффект снежного кома, он в конце концов приведет к тому, что количество вот этих аварий и, соответственно, отключение аварийных потребителей будет увеличиваться. Сегодня мы живем по пути, как правило, ликвидации уже аварий, идем по этому пути. Ну и, соответственно, плановые ремонты мы делаем в минимальных количествах. Соответственно, чтобы идти по пути наибольшего предупреждения возникновения аварийных ситуаций, соответственно, надо наращивать темпы плановых ремонтов. На последнем заседании Думы депутаты утвердили перечень из 1123 объектов водосетей, требующих реконструкции и модернизации. Стоимость этих объектов более 800 миллионов рублей. Вовлечение школьников в науку и поддержку одаренных детей. В Сарове состоялось открытие 19-х школьных харитоновских чтений. Межрегиональная научная конференция старшеклассников собрала представителей 42 делегаций из разных городов нашей страны. Подробности в следующем репортаже. Популярность конференции год от года возрастает. Для молодых людей это уникальная возможность высказать свои точки зрения, показать свои знания и вынести на всеобщее обозрение результаты научных работ. Через несколько десятков лет именно это поколение станет в руле нашей страны и будет вести дальше Россию в будущее. В программу конференции входит конкурс исследовательских работ, который проходит по девяти предметам. Шесть из них внесены в перечень «Олимпиад будущие исследователи будущей науки». Победители и призеры чтений получат льготы при поступлении в различные вузы страны. Свой доклад представит одиннадцатиклассник лицея номер три Артем Коновалов. В этом году он первый раз принимает участие в чтениях. Во-первых, это очень полезный опыт, так как дальше я планирую идти по научному пути, по пути науки, то я думаю, будет очень полезно поучаствовать в такой научной конференции, посмотреть не только на свои силы, но и на других людей, на других учеников, на другие доклады, пообщаться с жюри, преподавателями, потому что это тоже очень интересно. Школьники примут участие в работе круглых столов и прослушают лекции ведущих ученых страны. Конференция продлится до 17 февраля. Департамент культуры и искусства администрации Сарова приглашает горожан принять участие в создании третьего тома антологии поэзии «Закрытых городов». К рассмотрению принимаются стихи не длиннее 40 строк и не более 4 штук от одного автора. Произведения не должны содержать экстремистской риторики и ненормативной лексики. Работы принимаются до 1 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная налоговая служба напоминает, отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля. Представить декларацию необходимо, если налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду и в некоторых других случаях. В Сарове отметят 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Митинг, посвященный памятной дате, пройдет у Вечного огня в субботу, 16 февраля. Начало в 12 часов. Почтить память солдат и офицеров, которые погибли при исполнении воинского долга, приглашают всех желающих. Напомним, афганская война, продолжавшаяся 10 лет, завершилась 15 февраля 1989 года. В этот день мост дружбы на афганской границе пересекла последняя колонна советских войск. В эти выходные на лыжной базе пройдет юбилейный 40-й мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. За два дня на старт выйдут более 2000 человек. Жители Сарова и приглашенные гости из других городов. В том числе ветераны спорта, члены Российской академии наук. По традиции мемориал начнется с возложения цветов к бюсту первого директора объекта. В соответствии с планом мероприятий на 2019 год, в торжественной обстановке, под звуки военного оркестра и региональному управлению в ГУП Атомоохрана номер 3 вручили знамя управления, которое теперь будет олицетворять его честь, доблесть, славу и традиции. Знамя части, да, это как бы придает уверенность, да, гордость за свое предприятие, что мы не просто такие, да, а у нас есть знамя, которое мы должны беречь и выполнять свои задачи с достоинством и честью. После торжественной передачи знамени личный состав регионального управления Атомоохрана номер 3 прошли торжественным парадом мимо нового символа. К другим новостям. В рамках празднования юбилея детской школы искусств номер 2 в художественной галерее прошла третья встреча педагогов творческих объединений с учениками школ города. В этот раз преподаватели медиа-студии «Фристайл» подготовили для старшеклассников второй гимназии проект под названием «Журналистский батл». Основная тема игры, телевизионная журналистика и все, что с ней связано. Ребята включились в игру прямо с порога. После небольшой жеребьевки школьники превратились в журналистов универсальных медиа-центров. В борьбу за победу в журналистском батле вступили «Саров-8» и «Фонарики». Это такая шутливая битва на тему журналистики. То есть ребята познакомятся с основами журналистики, получается, поиграют. То есть будут задания на знание основ русского языка, даже норм произношения, правильные. Задания для конкурирующих коллективов СМИ были разнообразными. Педагоги медиа-студии проверили грамотность юных корреспондентов, их смекалку и кругозор. Для Евгения Тихонова это был первый опыт работы в команде журналистов. Большинство заданий показалось ему забавными, поэтому участники команды «Саров-8» часто смеялись во время обсуждения. Обстановка какая-то, что задавались довольно интересные вопросы, которые заставляли нам посмеяться и подумать. То есть направляла команду на совместную работу. Самым веселым было упражнение дикторов для артикуляции. Нужно было несколько раз проговорить скороговорку. Произнести два блеских по звучанию слова оказалось не так просто. И удержаться от смеха было сложно. Король, орел, король, орел, король, орел. Правильно расставить ударение в словах, придумать оригинальные подписи к фотографиям, объяснить значение фразеологизмов. Задания заставляли ребят вспомнить школьную программу и дать волю творческому мышлению и смекалке. Мне мероприятие это понравилось, потому что оно было довольно заряжающе позитивной энергией, довольно веселое, интересное. В формате интерактивной игры ребята на себе ощутили, как непроста профессия журналиста. Научились работать в команде и проверили свои знания в различных сферах жизни. В этот день можно и нужно смело признаваться в любви. Сообщить о переполняющих в сердце чувствах можно без единого слова. Достаточно подарить маленькое бумажное сердечко – Валентинку. 14 февраля отмечается самый романтичный праздник – День всех влюбленных. Он неразрывно связан с именем Святого Валентина, вокруг которого до сих пор ходит множество легенд. А что знает саровчане о покровителе всех влюбленных, Святом Валентине выясняла наша съемочная группа. 14 февраля – День всех влюбленных. В этот день принято получать Валентинки, цветы, конфеты и различные другие подарки. Но вот кто такой Валентин и чем он проставился, и почему в честь него празднуется такой день, узнаем у жителей нашего города. Пойдемте! Это праздник для вас или нет? Ну, подружек, друзей поздравляю, мужа. Скажи, пожалуйста, кто такой Святой Валентин, в честь которого праздник целый? Я думаю, это был святой. Почему ты так думаешь? Ну, потому что, насколько я знаю, в древности нельзя было венчаться многим. Но многие этого желали, поскольку была любовь. И вот, и он помогал людям. Кстати говоря, не все любят этот праздник. И, в общем-то, наверное, делают правильно, потому что в России есть свой праздник. День семьи, любви и верности. 8 июля празднуется. Вот так вот. А кто такой Святой Валентин? Святой Валентин? Да, в честь которого праздник сегодня празднуется. Не знаю, я не просто он человек. Классно, он вообще был католиком. Тот святой, который умер за свою любовь. Чем он запомнился в истории, тот святой? Ну, я думаю, что это какой-то по типу... Как сказать... Купидона, что ли? Купидон. Слово-то какое! Купидон! Кто такой Святой Валентин, в честь которого 14 февраля празднуется? Я слышал много теорий, что и в Германии какой-то был там какой-то Святой Валентин, и в Швеции где-то. А чем он прославился? Чем прославился? Ну, почему он остался в истории, почему сейчас с него целый праздник? Сдавал детям подарки, наверное. Скажите нам, пожалуйста, кто такой Святой Валентин? Даже не знаю. Кто такой Святой Валентин? Почему он остался в истории? Почему его имя до сих пор гремит? Это святой, католической, христианской. А почему? А почему он... За какие деяния он остался в истории? Понятия не имею, я православная. Как мы сегодня выяснили, День Святого Валентина праздник достаточно популярный. Не все его празднуют, но и историческую составляющую не все знают. Друзья, главное, чтобы в этот праздник вы были со своей половинкой. И поздравляли ее от всего сердца и от чистой души. Солнце круг. Воспитанники студии эстрадной и народной хореографии Задоринки выступили на международном конкурсе дарований и талантов. Юные артисты представили на суд жюри несколько композиций. Ангела Добрата, Потушки, Клетчатая история и Танец про подруженьку. О том, как подопечные Анны Козловской добились высоких результатов и выступлений перед профессиональным жюри, расскажем в следующем репортаже. Коллективу Задоринки больше четырех лет. За это время юные танцоры неоднократно становились победителями городских, областных и всероссийских конкурсов. В этом году Задоринки отправились покорять вершины международного конкурса «Солнце круг» в Нижний Новгород, где стали победителями фестиваля. Коллективы, которые туда приехали, были очень профессионального, высокого уровня. И честно, даже когда мы посмотрели только на костюмы и внешний вид образцовый коллектив, стало немножечко страшновато. И мы так немножко приуныли, но как-то командный дух все-таки сыграл свое. На конкурсе Задоринки представили четыре танца. Эх, подруженька, ангела Добрак, лечитые истории и топотушки. Юные артисты стали лауреатами первой, второй и третьей степеней. Что понравилось, то, что судейская коллегия, она была настолько компетентна и независима, что даже мы не знали, кто из каких городов приехал. То есть просто объявляли номер участника и название коллектива, и все. Вот. И этим, так скажем, нас подкупило такое судейство. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям. Техника исполнения, построение номера, сценичности, артистизм участников. Были как групповые, так и сольные выступления. Успех на конкурсе стал большой радостью для участниц ансамбля. Конкурс мне очень понравился. Это был большой опыт. Я познакомилась с детьми из других коллективов и городов. Я довольна нашим результатом. Не думали, что займем такие высокие результаты, ведь были еще и дипломанты и лауреаты. В апреле хореографической студии «Задоринки» исполнится пять лет. Отчетный концерт коллектива пройдет в Саровском драматическом театре. А уже в марте артисты планируют отправиться на очередной конкурс в город Орел. Это все, о чем мы успели рассказать вам. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин